Приветствую вас на канале Техревизор. Xiaomi Lidsta G2. Упрощенная версия Lidsta R1. Первое, что бросается в глаза – отказ от лидара. Lidsta G2 куда лучше заезжает под мебель, чем его предшественник, и он дешевле. Даже на Яндекс.Маркете за робота просят меньше 20 тысяч рублей. Это с учетом станции самоочистки. Узнаем, на что еще пошел производитель, чтобы снизить ценник, на что способен робот-пылесос Lidsta G2 и есть ли смысл в его приобретении. Но прежде чем продолжить, подпишитесь на канал. А чтобы не пропускать выход новых роликов, нажмите на колокольчик. Ну а теперь, поехали! Начнем с комплектации. В фирменной коробке Lidsta G2 находится робот-пылесос, станция самоочистки, швабра с установленной салфеткой, запасные аксессуары, мешок для мусора, торцевые щетки и фильтры, 5 одноразовых салфеток, сервисная кисточка, инструкция на английском. Комплектация солидна, есть даже запасные расходники. С комплектацией разобрались, теперь перейдем к дизайну. Дизайн типичный для роботов такого типа и в целом, напоминает Xiaomi Mi G1. Таблетка с двумя кнопками, белой крышкой и бампером с тонированной полосой. За ней находятся датчики. Но есть и нехарактерное решение. Во-первых, это темные бока корпуса, включая вентиляционную решетку. А во-вторых, то, что контейнер ставится не под крышку, а сзади. Это модуль 2 в 1 с пылесборником и бачком. Рабочие аксессуары привычные. Две торцевые щеточки и лепестково-щетинистая щетка со съемными торцами. Дополнительно под днище можно поставить швабру. Тогда лиц Тэджи 2 сможет пылесосить и вытирать полы одновременно. Докстанция выполнена в форме колонны с рогами, на концах которых находятся направляющие ролики и клеммы для подзарядки. По идее, такая конструкция должна повышать точность парковки. Стыковочный люк загерметизирован резиновой прокладкой для более эффективной откачки мусора. Мешок ставится сверху, его объем составляет 3 литра. Навигация. После запуска лица Тэджи 2 проходит комнату зигзагами, а в конце совершает проезд по периметру. Обработанные участки робот отмечает на карте и запоминает положение док-станции. Однако саму карту не запоминает и каждый раз рисует заново. Для обнаружения препятствий используется преимущественно бампер мягкого касания. Проходимость порогов хорошая. 2 см лица Тэджи 2 переезжает без снижения скорости. При этом пылесос не любит ножки сушилки и застревает на них. Черных ковров не боится и при заезде на любые ворсистые покрытия автоматически повышает мощность. В тихом режиме батарея обеспечивает до двух часов бесперебойной работы. На максималках не более часа. Приложение. Для управления используется приложение Mi Home, подключаемое через регион Россия, поэтому программа работает без глюков и торможений. Приложение предлагает следующие возможности. Регулировка мощности и смачивание. Составление графика по дням недели. Режим D&D. Управление джойстиком. Выбор голосового пакета. Русскоязычный в наличии. История уборок. Оценка износа расходников. При желании приложения можно сконнектить с Яндекс.Алисой. Сухая уборка. Реальная сила всасывания соответствует заявленной 3000 паскалей. Лидс Тэджи 2 поднимает тяжелые соринки, вытягивает песок из щелей и качественно чистит ковры с тонким ворсом. Но наиболее эффективен этот робот на гладких покрытиях, где полноценно реализуется преимущество двух торцевых щеток. Косвенно о высокой мощности свидетельствует уровень шума. В тихом режиме он такой же, как у аналогов. Чуть больше 60 дБ. А вот на максималках достигает 74 дБ. Однако в данном случае речь идет скорее о бюджетной шумоизоляции моторного отсека, чем об очень высокой мощности. Самоочистка. Самоочистка запускается каждый раз, когда робот паркуется на станцию. Эффективность очистки средняя. При полном контейнере в мешок улетает 80-90% мусора. При среднем уровне заполнения станция засасывает все без остатка. Влажная уборка. Лидс Тэджи 2 хорошо собирает поверхностную пыль и за два прохода оттирает присохшие пятна кофе. В пределах 10 см у стен, как обычно, остаются недомытые участки. Подведем итоги. Лидс Тэджи 2 не заменит вертикальный пылесос. Он сможет поддерживать в квартире чистоту в будни. У робота простая навигация и низкая автономность, поэтому использовать его в больших домах нецелесообразно. Назначение Лидс Тэджи 2 – профилактическая сухая уборка в маленьких квартирах. Можно составить в приложении расписание и вспомнить о роботе только в конце недели. Когда придет время привести в порядок его щетки. Главное преимущество Лидс Тэджи 2 на фоне других моделей с самоочисткой – это доступный ценник. По факту перед нами самый бюджетный представитель этого класса. Отличный шанс для тех, кто хотел такой себе купить, но не мог себе позволить. На этом обзор завершен. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. Стоимость моделей можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании. А с вами была команда канала Техревизор. До встречи в новых видео!